Всем привет! Сегодня 17 июля, Московская область. У нас два дня тепло, даже можно сказать, что жарко. Но опять передают похолодание, дожди. В общем, лета в этом году у нас нет. Я сейчас стою возле грядки с капустой брокколи. Это 6-метровая грядка, ширина ее 60 сантиметров. Семена я сеяла 1 апреля. Когда высаживала, я уже не помню. Но, в общем, капусту пережила заморозки, холод, дожди. И урожай все-таки есть. Хочу вам показать, какие два гибрида я в этом году выращивала. Итак, это капуста Ботавия гибрид. Голландские семена, профсемена. Здесь было 10 штук, взошло 9. Это раннеспелая капуста. Выращивала ее в этом году первый раз. И уже буду снимать урожай. Я уже сказала, что это раннеспелая. Можно было бы снять ее еще и несколько дней назад. Но шли дожди, поэтому я не снимала. Качаны очень крупные. Производитель заявил, что до 1,2 грамм вырастает соцветие. Но посмотрим. Я вам все покажу. Взвешу. Вот такая капуста наросла. Капусту брокколи здесь самое главное, знаете, что снять вовремя соцветие. Потому что в цвет очень быстро уходит головка. Сразу скажу, что особо ухода за ней не было. Когда я ее высадила, неделю отливала просто обычной водой из колодца. И несколько дней, несколько раз я поливала зеленым удобрением. Ну, бражкой. Все. Никаких обработок, ничего не было. Лицик, конечно, чуть поеден. Кем-то, чем-то. Ну, ни одной обработки здесь не было. Так, и еще один гибрид. В этом году это фиеста. Тоже голландские профсемена. Этот гибрид я выращиваю каждый год. Среднеспелая капуста. Производитель заявил, что до 1,5 килограмм качан нарастает. Но так как она среднеспелая, еще головки маленькие. То есть я ее буду, конечно, позже собирать. Я всегда высаживаю, стараюсь брать гибриды. Один, чтобы был раннеспелый, а другой среднеспелый, чтобы урожаев постепенно собирать. Ну, вот такие небольшие пока соцветия, но она еще нарастет. Ну, вот среднеспелая капуста. Вот так выглядит. Ну, а ботавию я сегодня уже буду убирать, потому что ее нужно срочно-срочно срезать. Это тоже фиеста, она маленькая. Вот такие крупные. Я стараюсь еще покупать такие гибриды, чтобы производитель заявлял, минимум 1,5 килограмма головка была. То есть я вот эти вот мелкие, по 600 грамм, я такие не выращиваю. Я люблю, чтобы головка была крупная, нарастала. Вот такая грядка и такой урожай в этом году капусты брокколи. Так, ну что, часть капусты брокколи гибрида ботавия я срезала. Сейчас взвесим, посмотрим, сколько весит соцветия. Так, давайте теперь брокколи взвесим. Это ботавия, гибрид раннеспелый. Производитель заявил, что капуста вырастает от килограмма до килограмма 200. Так, давайте теперь взвесим брокколи. Это гибрид ботавия, раннеспелый. Производитель заявляет, что капуста весит от килограмма до килограмма 200. Посмотрим. Вам, скорее всего, не будет видно, но я поставлю фотографии. Это кило 33. Это килограмм и 7. Это килограмм 115. В принципе, как и заявил производитель, вес соответствует. Головки сами темно-зеленого красивого цвета, довольно-таки плотные. По вкусу посмотрим. Заявляет, что очень вкусный этот гибрид. Я сейчас, что буду делать? Часть, конечно, я буду убирать в заморозку. Поэтому предварительно я капусту бланширую и потом уже в морозильную камеру убираю. Заготовка цветной капусты, капусты брокколи. У меня есть на канале видео, как я это делаю. Я постараюсь найти это видео. Оставлю ссылку в инфобоксе под этим видео. Ну и часть я, конечно, буду готовить на пару. В пароварке я мариную ее специями. И делаю на пару. Получается очень вкусно. Гарнир к мясу. Замечательная вещь. Мы это дело очень любим. И капусту брокколи я морожу довольно-таки много. Во-первых, это у кого маленькие дети. Это прикорм. Достали из заморозильной камеры. Блендером перебили. И вот вам еда для малыша. Также достали. В пароварку заложили. Специями посыпали. И вот вам готовый гарнир к мясу. И в рагу, и куда угодно. И супы я варю. Овощные. Очень вкусно и замечательно все получается. Поэтому выращивайте капусту брокколи. В этом году я цветную не высаживала. Времени нет ухаживать. А брокколи у меня и цветная, в принципе, всегда хорошо получалась. И нарастают довольно-таки крупные соцветия. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok